У нас есть кривулина. Мы с вами эту кривулину рисовали, делали расчет. Вы помните, сколько времени сил у вас это занимало. Достаточно долго сложная. Сейчас мы с вами прорисуем эту кривулину в программе Книг Стайлер и Дизайн Книг. Посмотрите, как это делается. И провяжем без подключения электроники, без подключения и адаптеров вообще без каких-либо подключений. В отдельном режиме, когда компьютер стоит сам по себе, визуальная машина сама по себе, чтобы понять, как в принципе это все работает. У меня есть контуры, есть сантиметры. Когда вы переводите какие-то такие сложные вещи, у вас обязательно есть размеры. И эти программы строят по размеру. Немножко разный принцип заполнения, но размеры нам обязательно нужны. Итак, основание у нас 12 сантиметров. И дальше мы просто по точкам строим конкурс. Вы не сильно сейчас смотрите, как это делается, потому что все это мы будем с вами изучать в программе. И просто надо показать вам сейчас принцип работы. Как это просто и легко выполняет перенос на экран программу. Мы убираем лишнее. Так, и... И... Прости. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Продолжение следует... 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 Спустить, спустить, уменьшить, лево, один. Так, я вижу, что у меня четвертый ряд, вот он, раз, два, три, четыре, и уменьшить на одну петлю. Спустить. Третий тканец. Уменьшить, лево, один. Так, четвертый уменьшить на одну петлю. Уменьшить, лево, один. Уменьшить, лево, один. Машина даже приятным узким голосом нам сообщает, чтобы мы выполняли убавление, либо прибавление петли. Все точно так же, как в программе книги и дизайне. Немножко по-разному выглядит экран. Принцип работы абсолютно одинаков. Нюансы расскажу, когда мы с вами будем изучать работу в программах книгстайлер. Свои нюансы, дизайнер свои нюансы. Поэтому принцип работы, рисование деталей фантазийный я вам показала. Это к тому, что в этих программах можно рисовать все. Почему я не делала вам выкрытие? Потому что выкрытие это стандартно, это само собой. А вот такие вот вещи, фантазию вашу, любые, кривые, любые невероятные совершенно сочетания и детали вы можете рисовать только в этих программах. И сейчас мы с вами создали, идем вязать. Выкрытие построено. Вяжем рабочая нить, машина, компьютер. И видите, что электроника, ничего не подключено. Электроника сама по себе, машина сама по себе. Ничего не стоит. Разъем пустой. Единственное, что у меня есть, это мышь от компьютера, которая лежит передо мной. Все, пустая механическая машина и старенький ноутбук, на котором установлена только программа Книтстайлер. Вот сейчас буду вязать по ней, по этой программе. Выкройка, которую мы только что с вами построили в Книтстайлере и в дизайне она идентична. И в общем-то раздел вязания у этих программ тоже очень похож. Мышь, которая будет сейчас передвигать мне линейку и машинка. Так что нам нужно. Нам нужно посмотреть, сколько у нас петель нужно набрать, с какой стороны стоит каретка. Экран у программы очень информативный. Мне нужно набрать 34 петли. Вот они. С левой 17 и с правой 17. Рабочая нить находится с левой стороны. Вот через 3 ряда у меня будет некое действие, которое я увижу, когда подниму линейку. Линейка поднимается. Вот мышка. Видите, вот мышка, которую я держу в руке. И вот здесь вот нажимая уколок, уколок у меня получается указание, где какую петлю убрать, где какую петлю добавить и поменять цвет. В данный момент мне интересует первая строка, 34 иглы. Делаем набор. Нить должна находиться с левой стороны, поэтому набор нужно делать справа налево. Это не очень удобно и не является одним из моих самых любимых движений, потому что мне физически неудобно. Поэтому, извините, я делаю другую сторону, добавлю один ряд. На один ряд у меня будет больше, поскольку все-таки это информационное вязание. И вот чисто так, для общего понимания, если у вас начинается изменение количества петель, убавки, особенно это касается убавления, прям вот со второго, с первого, со второго ряда, провязывайте лишний ряд. Вот прям с нуля убавлять не стоит. У вас получится очень неприятный хвостик с краю, а не такая фактическая убавочка. Поэтому каждый раз нужно смотреть по факту, где мы там делаем убавку, в каком месте. Так, счетчик обнулить, счетчики на программе и на машинке должны совпадать. Так, ну я провязываю первый ряд и обнуляю. Все, готово. И теперь навешиваю маленькие грузики, просто потому что у меня деталька очень маленькая и гребенка может оттягивать. Так, и смотрим. Раз, два, три. И в третьем ряду мне нужно сделать убавление петли. То есть, смотрите. Сейчас я на нуле и начинаю двигать. Первый, второй, третий. Противный звук. И я вижу, с правой стороны мне нужно сделать убавление. Вот оно, вот здесь я буду убавлять, убавлять. Каждая ступенька это убавление. Кривольно нарисовано так, что у меня длительный прямой участок. И, естественно, ничего. С другой стороны я делать не буду, я буду убавлять только там, где мне нужно. Убавляем. Первый ряд, второй, третий. Убавление петли. Какие делать убавления? Какие делать прибавления? Вы решаете сами. Программа вам такие вещи не рассказывает. Это только на усмотрение вязальщицы. Дальше. Беру мышку. Двигу. Противный звук. В пятом ряду. Минус одна петля. Дальше. В седьмом ряду. Дальше. В девятом ряду. В одиннадцатом ряду. Поскольку деталька очень маленькая, если я буду просто пересаживать петли, может быть стянутый край. Вот это та ошибка, которую многие делают на таких небольших деталях. Почему не попадает в размер? Потому что вы стягиваете. И каждый раз стяжка уменьшает, уменьшает, уменьшает размер. Это тоже является таким неприятным моментом. Следующие. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Аж в пятнадцатом ряду я буду делать. Раз. Два. Три. Пятнадцатый ряд. Минус одна петля. Шестнадцать, семнадцать. Восемнадцать, девятнадцать. Вот она в девятнадцатый ряд минус одна. Следующий раз. Два. Три. В двадцать третьем. Четыре ряда. Почему так? Потому что стоит установка делать убавление, где попало, либо делать убавление, прибавление только со стороны рабочей нити. Программа Книд Стайлер дает только две установки. Либо как попало, либо со стороны рабочей нити. У дизайна есть возможность ставить еще со стороны противоположной от рабочей нити. Если мы вяжем, например, частичное вязание, мы можем убавлять со стороны противоположной. К нити, к сожалению, этого нет. Но там есть свои хитрости, о которых я вам расскажу. Как с этим бороться, когда мы с вами будем вязать практическое занятие после изучения программы Книд Стайлер Дизайн Книд. Двадцать три. Одна петля убавляется. Дальше. Двадцать семь. Одна петля прибавляется. У нас начинает идти прибавление. Вот видите, все уехало. Почему? Именно потому, что деталь маленькая. А задача программы делать так, чтобы у нас шли изменения только со стороны рабочей нити. Значит, раз, два, три, двадцать семь. Делаем прибавление петли. Самым простым способом буду просто накидывать петельку. Двадцать восемь. Двадцать восемь. Делаем минус четыре петли сразу с левой стороны. И после этого, обратите внимание, три ряда я ничего не буду выполнять. Следующий раз в тридцать первом плюс одна. И в тридцать втором минус одна. И так далее. То есть программа мне четко указывает, где, в каком ряду, как я делаю. Вы видите, ничего не подключено. Ничего не стоит. Мышка переводится и я провязываю. Сейчас я довяжу до конца. Вы видите, все вот на ваших глазах. Никаких больше хитростей в разделе вязания нет. Нюанс в том, что если у вас, например, нет возможности поставить компьютер рядом, вы можете порядно себе прописать убавки-прибавки в каждой детали. Если они небольшие. Тем более я хитрю иногда так делаю. И разрезные изделия небольшие, типа бактусов и прочего, которые я представляю, тоже делаю так. Сижу за столом без всякой вязальной машинки и порядно прописываю себе эти таблички четко по программе. Где она говорит убавить, где прибавить. Распечатываю. Вот вам готовые таблички. Ничего больше не надо. То есть не надо думать, что программа это исключительно подключение электроники. Нет. Вы вяжете узор, вы вяжете кулир, вы вяжете любые кривые линии, слушая только вот это место, когда убавить, когда прибавить. И в зависимости от того, какой узор вы вяжете, вот давайте сейчас я вам покажу. Так, вот 27 у меня стоит. Вот я вам сейчас показываю раздел проверочный. Здесь у меня размер детали, вы видите. Вот так. Вязание у нас надо провязать 64 ряда. Смотрите. Если я подставляю другую петельную пробу, у меня узор, либо у меня там резинки, либо еще что-то, либо другая пряжа. Вот их много-много-много. Слонимская, фанговая, например. Три сложения. Были мне такие. Применить. Смотрите на то, как поведет себя деталь. Она стала меньше. Если я иду в раздел вязания, у меня... Она стала больше, потому что у меня стали меньше клеточки. Видите, клеточки сразу изменились. И деталька стала... Так, применить. Деталька стала 97. Было 64, стало 97. Почему? Потому что у нас шли накиды. Другая петельная проба. Собственно, вот то, что я вам показываю, это то место, куда мы вводим нашу петельную пробу. Сколько петель и рядов. Ну, здесь в 40 и в 60 петлях, рядах. Все. Мы вводим петельную пробу на разные пряжи, на разные разборы, на разные виды узоров. Подставляем и все готово. Если мы выберем другую какую-то... Так, ну вот, есть... Там первую попавшуюся беру, применяем. У меня меняется деталь. Идем смотрим на вязание. 82 ряда. Я должна попасть в размер деталей каждый раз. И каждый раз на разные петельные проби, на разные пряжи у меня будет разное количество рядов. И разное количество петель. В зависимости от плотности, в зависимости от пряжи, в зависимости от узора, да много от чего. Это будет зависеть. Но контур не меняется. И в итоге, чтоб я не делала, я должна попасть в свой размер. И, собственно, сейчас мы это с вами и проверим. Ставим обратно. Сейчас найду, где мой сильвер. Там, 9. На крим. Применить. Проверяем, что у меня 64. Так, вот они. 27 ряд. Выставляю себе 27 ряд. Все, я попала. Вот он, плюс 1, который мы только что сделали. И дальше 28, который мы не сделали еще. Минус 4. Это то, на чем мы остановились. 28 минус 4. 4 убрать. 2. 2. 3. 3. 4. 5. 5. 6. 6. 9. 9. 10. 9. 10. Довязываю и смотрим, насколько мы попали в размер контура. Ну и смотрим, что получается. Это был контур. И это то, что мы с вами связали. Попали во все, во всех направлениях. Фокус работы в программе только в том, чтобы ввести правильную петельную пробу, не ошибиться. И чтобы правильно перенести нужный контур. И тогда все ваши проблемы, с которыми вы сталкиваетесь в процессе расчета, будут решены буквально по щелчку. Ваша задача только выбрать, какой программой вы хотите пользоваться, книт-стайвером или дизайн-книтом.